Российская империя Встреча великого князя Увидев способности Павла Андреевича, император распорядился предоставить офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием 100 рублей в месяц. Отказывая себе в малейшем комфорте и терпя голод, художник на деньги, выделенные императором, поселился на дальней линии Васильевского острова и стал еще усерднее писать этюды. Павла Андреевича Схватывал характер человека Он заперся в мастерской и стал изучать приемы живописи масляными красками и, овладев ими в достаточной степени, написал одну за другой две картины. Свежий кавалер и разборчивая невеста Карл Брюлов, увидев работы Федотова, пришел в полный восторг и Совет Академии выдвинул Павла Андреевича на звание академика и назначил денежное пособие, благодаря которому художник смог продолжить только что начатую картину «Сватовство майора». Осенью 1849 года в залах Императорской Академии художеств открылась очередная трехлетняя выставка картин. После нее отставной капитан лейб-гвардии финляндского полка Павел Андреевич Федотов проснулся знаменитым. Его небольшое по размерам полотно «Сватовство майора» произвело сенсацию. Время от времени на выставке появлялся и сам Федотов, и нараспев читал свою рацею. Объяснение картины в стихах. Честные господа, пожалуйте сюда. Милости просим, денег не спросим, даром смотри, только хорошенько очки протри. Вот извольте-ка посмотреть, вот купецкий дом, Всего вдоволь в нем, только толку нет ни в чем. А вот извольте посмотреть, вот сам хозяин купец, Денег полон ларец. Чего ж бы еще, да взманила вишь честь, Не хочу вишь детька с бородою, И своя борода мне лихая беда. Мне, по крайности, дай хоть майора, Без того никому не отдам свою дочь. А вот извольте посмотреть, Как справа под кратьевна цваха Пришла с доклада. Жених, мол, изволил пожаловать. И вот извольте посмотреть, Как майор, толстый, бравый, Карман дырявый, Крутит свой уз. Я, дескать, до денежек доберусь. А вот извольте посмотреть, Как жениха ждут, Курябяк унесут, И заморские вина первейших сортов К столу подают. Хозяйка купца не нашла Знать по головке чипца. По-старинному, в сизом платочке, Остальной же наряд у француженки взят, Лишь вечер для самой и для дочки. Дочка в жизнь, в первый раз, Как боярышня у нас, Ни простуды не боясь, Ни мужчин не страшась, Плечи выставила на показ. И вот извольте посмотреть, Внизу картины, около середины, Сидит сибирская кошка, Кошка рыльца умывает, Гостя в дом зазывает. 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 Гостя в дом зазывает.